У Аллы Пугачевой была очень насыщенная личная жизнь, но мужчин, которые официально были связаны с неузами и брака, было всего пять. Но Миралок, который изучает влияние чисел на судьбы людей, предположил, что Примадонна может не дожить до следующего развода со своим мужем. За Миколасом Арбакасом, первый муж Пугачевой была замужем четыре года, у них родилась дочь Кристина, но из-за того, что это было только начало карьеры певицы, им пришлось разойтись. Браку помешали гастроли и сцена. Позже Алла Борисовна прожила еще четыре года в браке с Александром Стефановичем, он был талантливым режиссером и помог певице обрести популярность и стать известной. Брак был построен на видимости счастья и полном его отсутствии на самом деле. После его многочисленных измен Пугачева не выдержала и ушла. Если добавить четыре года первого брака к четырем годам второго, получается восемь лет. Ровно столько длился брак Примадонны Евгения Болдина, продолжительное время они не заверяли его на бумаге, а просто жили вместе. Многие считают, что ему нужна была прописка, только это и послужило поводом для печати в паспорте. Их развод произошел на фоне романа Пугачева и Челобанова. С Филиппом Киркоровым Алла Борисовна практически 12 лет состояла в официальном браке. Это же число получается, если к предыдущим восемь годам добавить еще четыре. Он посвящал ей песни о любви, дарил огромные букеты, но в семейной жизни было много недопонимания. Друзья говорили, что звезды будто с разных планет. Киркоров познакомил певицу с пародистом Максимом Галкиным, эта встреча полностью изменила их жизнь. Разница в 27 лет не стала преградой для чувств, они поженились и воспитывают двойняшек. Брак длится до сих пор, но следовательно теории, если к предыдущим 12 годам мы добавим 8, получится 20 лет. Пара связана узами брака с 2011 года, то есть, на данный момент они женаты 8 лет. Их предполагаемый развод должен произойти в 2031 году. Неизвестно, доживет ли Алла Борисовна до этого времени, ведь уже сейчас в СМИ часто появляется информация о неизлечимых болезнях звезды. Сама певица несколько раз в социальных сетях упоминала о проблемах со здоровьем, но ни разу не конкретизировала и не говорила об их тяжести. А мы не будем об этом больше думать, чтобы не расстраиваться. Может, но Миралок и ошибся, ведь наша Алла Борисовна всегда была непредсказуема и неповторима. Пожелаем ей счастья и здоровья, пусть живет долго и хорошо. Женщина, которая поет, вот и сказки конец. А кто слушал, молодец! Субтитры создавал DimaTorzok